Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие наши телезрители! С зарядкой заниматься нужно регулярно, в идеале каждое утро. Добиться впечатляющих результатов можно только при постоянных тренировках. Итак, наше первое упражнение. Встали и тянемся высоко-высоко. Мы должны потюшить каждую мышцу нашего тела. Теперь разомнем наши кисти рук. Руки ставим вперед, делаем круговыми движениями. В другую сторону. А теперь двумя руками влево. Раз, два, три, вправо. Раз, два, три. Теперь разомнем наши локти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Руки заводим за голову. Коленями пытаемся достать локти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Ложимся на наш коврик. Заводим руки за голову и поднимаем туловище. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Ну и сейчас сделаем такое упражнение. Оно тоже из детства. Называется свечах. Ложимся полностью на коврик. Руки вдоль туловища. И поднимаем ноги вверх. Стоим так в течение 30-40 секунд. Закончили упражнение. Пять приседаний. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили упражнение. Подытожим. Утренняя зарядка очень эффективное средство, чтобы быть здоровым и подтянутым. Легко просыпаться по утрам и не чувствовать себя сонным. Родинки на теле человека – это своеобразная карта. Потому что правильно растолковать, о чем говорят родинки, может не каждый. Но в следующем сюжете мы расскажем вам, дорогие друзья, что означает родинка в том или ином месте. Наверняка у каждого человека есть своя интересная родинка. А быть может даже родимое пятно, которое передается от родителям к детям. О чем рассказывают родинки в нашем следующем сюжете. Говорят, что по родинкам можно предсказать судьбу. Хотите проверить? Тогда рассмотрите свои родинки и сверьтесь с предсказаниями. Если родинка находится на бровях. Если на правой – к раннему счастливому браку. На левой – наоборот. В области глаз. Пятнышко в уголке глаза говорит о спокойном и уравновешенном характере. На щеках. На правой – бурные любовные переживания. Удачный брак. На левой – трудности в достижении успеха. Неудачи в личной жизни. На носу. Успех во многих делах. В области губ – признак веселого характера, кокетство, чувственности. А также нежелание возлагать на себя лишнюю ответственность. На подбородке – слабое здоровье. На шее – множество удач. Неожиданные наследства – неудачи на первых порах. Но успех в конечном итоге. В центре шеи – успешный в материальном плане брак. Чтобы быть внимательным человеком, нужно смотреть рубрику «Именины». Вы будете в курсе всех именин своих друзей. Сегодня мы приготовили очередных именинников. Итак, дорогие друзья, слушаем имена, их значения и готовим поздравления. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня именины у мужчин с именами Георгий и Дмитрий. Сейчас я расскажу значение этих имен. Значение имени Георгий. Переводится как «земледелец». Имя происходит от древнегреческого слова «георгус». Умеет выслушать своего собеседника. Ему можно довериться в щекотливой ситуации. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному ему делу. Зла долго не помнит, и отношения с теми, кто его недолюбливает, стараются придать иронический характер. Георгий любит веселые компании и вечеринки. Талисман имени Ландош, цвет рубиновый, камень сапфир. Дмитрий. Происхождение этого имени связано с именем Дементри из древней мифологии. Дмитрий человек упрямый, иногда может вспылить. В то же время Дмитрий умен, настойчив, не опускает руки в случае неудачи. В коллективе чувствует себя свободно и легко ориентируется в новой обстановке. Лучше всего продвигается по службе, где требуется умение общиться с людьми. Дмитрий любит комфортную обстановку, красивых женщин и самые разные удовольствия. Как правило, ни в чем себе не отказывает. Талисман имени Хризантема, цвет серо-голубой, камень Алазурит. Редакция «Доброго утра» поздравляет людей с этими именами из Днем Ангела. В этот день, 24 февраля, много лет назад выпущена первая зубная щетка с синтетическим волокном, которая и по сей день сохранила это самое волокно в своей конструкции. О зубных щетках мы расскажем в следующем сюжете. 24 февраля 1938 год, ровно 77 лет назад, выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим волокном. Настоящая революция в зубном деле произошла с изобретением нейлона. Приспособления, подобные зубной щетки, использовали еще народы Азии, Африки, Южной Америки в IV-III века до н.э. Древние римляне пользовались для чистки зубов специальными мазями и деревянными палочками, а также порошками, изготовленными из жженого оленьего рога. В Индии с древнейших времен и до наших дней используются для чистки зубов веточки дерева ним. Достаточно снять кору и пожевать такую веточку, и ее волокна с успехом очистят зубы. А выделяющий при этом приятный на вкус сок не только обладает дезинфицирующим свойством, но и укрепляет зубы. На Руси в годы царствования Ивана Грозного после трапезы пускали в ход зубную метлу или веник-палочку с пучком щетины. По сравнению с нейлоновой, натуральная щетина обладает рядом недостатков. Наличием срединного канала, заполненного микроорганизмами, трудность содержания щеток в чистоте, невозможность идеально ровной обработки концов щетинок и сложность придания ей определенной жесткости. Сейчас производство щеток с натуральной щетиной в мире практически прекращено. 24 февраля родился Стив Джобс, который совершил революцию в мире персональных компьютеров и мобильной техники. Я думаю, что имя этого человека знает каждый, кто владеет мобильным телефоном или компьютером. Пусть даже у него дома и нету продукции Apple. О Стиве Джобсе прямо сейчас в следующем сюжете. 24 февраля 1955 года родился Стивен Джобс, американский предприниматель, основатель и руководитель компьютерной империи Apple. Стив Джобс получил общественное признание и ряд наград за оказанное им влияние на индустрию технологии. Его нередко называют отцом цифровой революции. К тому же он был талантливым администратором и блестящим оратором, выведя презентации инновационных продуктов на новый уровень. В 17 лет Стив поступил в колледж, но отчислился оттуда уже после первого семестра. Он объяснил этот поступок тем, что на оплату обучения в колледже уходят все сбережения его родителей. В 1976 году он с другом основал компанию Apple Computer Co., стартовав суммы 1300 долларов. Первым крупным заказом компании стала сборка 50 компьютеров Apple 1 для местного магазина электроники. В 2001 году Apple представила миру первый плеер iPod. Его продажи буквально через год стали основным источником дохода компании. В 2006 году был выпущен сетевой мультимедийный плеер Apple TV. С 2007 года начались продажи iPhone, а в 2008 году Стив Джобс породимонстрировал самый тонкий ноутбук в мире – MacBook Air. 5 апреля 2001 года Стива Джобса не стало. Он умер в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы в Калифорнии. Выражение Фаины Раневской – это своего рода легенды. Ее много раз пытались попросить написать мемуары, но каждый раз рукописи летели мусорное ведро. Фаина Раневская владала интересным характером и была очень странный язык. Сегодня мы расскажем о случае, который произошел в гримерке у Фаины Раневской. У актеров есть один метод, который они практикуют, чтобы лучше вжиться в образ. Незадолго до того, как выйти на сцену, они полностью раздеваются. Некоторое время проводят без одежды, чтобы полностью освободиться от своего мирского образа, а затем уже облачаются в театральный костюм. Однажды Фаина Раневская, используя этот самый метод, стояла перед зеркалом в своей гримерной, голая и курила. В это время администратор, скорее всего, очень торопясь, влетел в гримерку, не постучавшись. Несчастный замер на пороге, увидев картину, будучи не в состоянии вымолвить ни слова. Раневская же с интересом наблюдала за ним в зеркало. Наконец, после продолжительной паузы, она спросила, «Вас не смущает, что я курю?» Свадебный торт – это, пожалуй, единственное кондитерское изделие, над созданием которого трудится вся семья. Все совещаются и согласуют, сколько ярусов будет в торте, какого цвета он будет и что внутри себя будет содержать. Но сегодня мы обратим особое внимание на ярусы торта, ведь их два и даже более. Итак, дорогие друзья, нам стало интересно, почему же в свадебном торте так много ярусов? Оказывается, все просто. На свадебном торжестве ключевым моментом по праву является разрезание торта. Обычно на свадьбу заказывают именно многоярусный торт, но мало кто ведает об истинной причине этой традиции, которая пришла к нам из Средневековья. Раньше в Англии был обычай приносить на свадьбу разнообразную сладкую выпечку, которая на специальном столе складывалась в одну большую кучу. Причем ее высота имела символическое значение. Чем куча была выше, тем больше достаток и благополучие в семейной жизни она предвещала молодоженам, которые непременно должны были целоваться только над этой сладкой горой. Впоследствии эти кучи стали заменять специально выпекаемым тортом. А для достижения необходимой высоты он выполняется многоярусным. Многие родители против детского сада, потому что ребенок в детском саду все же чаще болеет. Но сегодня мы расскажем, почему каждому ребенку необходим детский сад и что он ему дает. В детском саду, безусловно, много положительных качеств, и именно об этом мы расскажем через несколько мгновений. Уроки общения – это очень важная составляющая развития малыша. Сквозь призму общения он столкнется с другими, у которого будет свой характер. Возможно, этот другой малыш станет его лучшим другом. А быть может, придется пройти через конфликты, которые придется урегулировать воспитателем. В любом случае, это будет хороший урок для ребенка на будущее. Помимо общения он научится многим важным вещам. Режиму дня, совместным играм, участию в утренниках. Малыш будет развиваться как умственно – рисовать, читать в старших группах, вышивать, так и физически. Заниматься гимнастикой, бегать, выполнять различные упражнения. Необходимо помнить, что детский сад – ступень в подготовке к школьной жизни. Так что стоит обращать внимание на первые художественные шедевры ребенка. На то, сколько времени ему требуется для разучивания песенки или стишка. Все это – показатели развития ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До скорых встреч!